Весна, не прошла жасмень, еще цвет, звенели соловьи на старых кленах. За несколько десятков километров от Лермонтова в отдаленном армянском селе звучит русский романс. Откуда он здесь, в горной сельской глуши? Сирануш Игия Зарян – основатель дипломатической школы в Армении. Как говорит сама, русские песни поет для души. Она училась в русской школе. Быть может, именно это повлияло на ее большую любовь к русскому языку. Хотя родилась Сирануш в армянской семье и дома говорили в основном на армянском. 40 лет тому назад почти, даже больше, 40 лет тому назад мы изучали Пушкина, Онегина. Я до сих пор помню. И его читаю, когда хочется мне просто читать его. Мой дядя самых честных правил, когда не в шутку за ним мог, он уважать себе заставил. И лучше выдумать не мог. Его пример другим наука. Но, боже мой, какая скука. С больным сидеть и день и ночь, не отходя ни шагу прочь. Какое низкое и коварство полуживому забавлять. Ему подушки поправлять. Печально подносить лекарство. Вздыхать и думать про себя. Когда же черт возьмет тебя. Сирануш живет в своем родовом селе в окружении диких и величественных гор. В ее палисаднике 56 деревьев. И каждому она дала свое имя. Это ореховое дерево. Я назвала именем Иосифа Кобзона. Я его обожаю. То есть это ореховое дерево. Вот написано. И табличка даже. Вы помечаете, чтобы не забыть, какие деревья как-то звали. Да, конечно. Потому что их много. Я кое-какие деревья помню, а так в целом не помню. Их 56 штук. Здесь, вдали от шумных улиц Еревана и городской суеты, Сирануш сочиняет стихи и музыку для своих песен. Она автор более 40 романсов, как на армянском, так и на русском языках. Несколько раз в год она дает концерты, которые пользуются в Армении большой популярностью. Старый русский романс. Довольно лгать, прошли вас с вами. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok